Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и сегодня мы посмотрим и разберем видео о IT-педии. А если быть конкретней, то посмотрим видеоролик под названием «Иксбокс консоль дебилов». Этот ролик собрал 2 миллиона просмотров, собрал кучу лайков и дизлайков, и очень много комментариев. Но, видимо, у кого-то реально пуканы подгорели. Видео меня привлекло тем, что у него громкое название. И, исходя из него, я тоже якобы считаюсь дебилом, поскольку я купил Иксбокс. И даже два. Если что, я любитель Иксбокс Ван, и для меня это консоль лучшая консоль восьмого поколения. Да, такой я вот дебил. В общем, давайте посмотрим этот видеоролик и разберем, что же сказано было не так. Приветствую элитных Сони-боев и тех, кто ими в скором времени станет. Изначально я не думал снимать это видео, потому что толерантно и с сочувствием относился к коробке и ее несчастным владельцам. Все знают, я люблю Сони всей душой, но и Иксбокс никогда открыто не ругал. Иксбокс для меня был чем-то вроде тяжело больного родственника, которого вынашивает твоя обязанность. Брат-наркоман, позоривший твою семью, но от которого не откажешься. Я говорю о том, что Иксбокс это все-таки консоль, хочу я того или нет. Я долго считал коробку частью великой консольной семьи. Эдакий Тириан Ланнистер, алкоголик, бездельник, но который на плечах несет знамя великого рода. Потому приходится смириться с его существованием. Ну, терпению моему пришел конец позапрошлой ночью. Играл я перед сном, и меня отвлек звон сообщения от слабоумного примата. Его старания вы видите на экране. Это была последняя капля, и больше молчать я не могу. Вы подумайте, что в ролике я буду рассказывать, что считаю Хуан говном. Неправда, говно не Хуан, а вся линейка Иксбокс в целом. Да, вы не ослышались. Все Иксбоксы, на мой взгляд, это порождение желудочно-кишечного тракта. Не вздумайте посчитать, что я как-то троллю или провоцирую коробка дрочеров этим видосом. Провоцировать надо большинство, а не меньшинство. Чем меньше возгорающей массы, тем меньше огонь. Я снимаю, потому что у меня бомбит от зеленых мразей и их маразма. Чтобы измерить глубину того днища, на котором лежат коробководы, давайте окунемся в историю. Начнем с Иксбокс Ориджинал. Консоль, о существовании которой знает далеко не каждый современный билибой. Огромная, толстая, уродливая черная коробка. Не зря о ней никто ничего не помнит. Появилось на свет это отродье через год после выхода PlayStation 2. Говорить о нем нечего, а сравнивать этот американский кусок дерьма с великой, самой популярной японской приставкой как-то глупо. Да, я полностью согласен, что данная приставка, она не такая популярная, как PlayStation 2. И согласен, что у данной консоли не лучший дизайн. Ну, далеко не лучший дизайн. Но, насколько я знаю, игры на ней были такие же, как на PlayStation 2. И, насколько я знаю, Иксбокс Ориджинал выдавал лучшую картинку, чем PlayStation 2. Поэтому дерьмом назвать я ее не могу. Наследником этой отрыжки стал Иксбокс 360. Легендарная платформа. Одна из основоположников консольного киберспорта. Единственная консоль в мире, которой удалось обогнать по продажам консоль от Sony. Хоть и на короткое время. Именно с этой консоли начали все современные коробка бляди. Давайте разберемся, в чем же успех 360-го бокса и как у него получилось, хоть и ненадолго, повторяю, но все-таки обогнать господствующую Sony. Потому что он просто прошивался. Глазами своими не видел ни одного владельца 360-го, у которого он был бы не прошитым. Все радиорынки моего города и всех других городов СНГ были забиты прошитыми 360-ми. Прошивался он настолько просто и быстро, что это делали сами продавцы при продаже. 200 баксов платишь за коробку и все, все игры на халяву. Вот причина успеха. Сами консоли никогда не приносят доход компании. Пока Sony честно продавала PS3 игры, Microsoft продавала коробку себе в убыток. Да, и PS3 продавалась в убыток, но не в такой сильной, как Xbox. Microsoft пришлось уничтожить себя, чтобы выйти на один уровень с богоподобной PS3, и то ненадолго. Насчет Xbox 360-го. Насчет других стран я не знаю, но в России, скорее всего, это было действительно так. Какая-то доля популярности у Xbox 360-го была именно после того, как его стали прошивать. Но помимо этого, игроки хотели поиграть в такие серии, как Fable, Forza, Halo и Gears of War. Также через какое-то время вышел Kinect, и все хотели его. Если что, это самое распродаваемое устройство. И даже, по-моему, рекорд Гиннеса установлен. Также у Xbox 360-го был один из удобнейших геймпадов, что опять же влияло на выбор консоли. И пока я все это слушал, я понимаю, что это лишь аргументы какого-то фанатика, который дальше своей консоли не видит и чьи-то другие мнения воспринимать никак не хочет. Ну или у него просто забомбилось того коммент, я не знаю просто. Насчет продавали себе в убыток. Да, я тоже где-то читал, что компания очень мало имеет с продажи самих консольных устройств. Но я не думаю, что в компании сидят одни дураки и только теряют деньги за консоли. Мне кажется, в любом случае она как-то доокупается. Тем более, на окупаемость может повлиять очень много факторов. Продаж цифровой продукции, продаж самих игр и так далее. И, возможно, в соотношении это все-таки прибыльно. И вообще, если бы было так плохо, то вряд ли бы мы увидели следующий Xbox. Но он все-таки есть. Преданность к 360-му обусловлена, что он был почти бесплатным. Родители дарили своим личинкам Xbox, а личинки, они преданы всему тому, что им покупают. Каким бы говном оно не было. И только на преданности и патриотизме у Xbox One получилось хоть как-то продаваться. Ой, так можно судить и Apple Station. Типа все, кто имели вторую Соньку, купили третью. А все, кто имели третью Соньку, купили четвертую. Разве не так? Я думаю, что в некоторых случаях все-таки так. И это такая же преданность, такая же лояльность, и в этом нет ничего плохого. Тут также аналогичная ситуация с PlayStation. Как мы все знаем, PlayStation вышла на год раньше, чем Xbox. И за это время у каждого личинкуса было как минимум два праздника. Это Новый год и День рождения. И, соответственно, кому-то купили игровую приставку. И, как мы знаем, данные личинкусы настолько преданы, что они, в принципе, могут с пены у рта доказывать, что Xbox говно. А, насколько я помню, во времена Xbox 360 и PlayStation 3 вот такого ажиотажа в срач не было. И тут какой еще стороне говорить о личинках? Мм? Куану мы вернемся позже. 360-й я бы не назвал дерьмом, не будь в то время PS3. Я представить себе не могу, как вообще можно было принести домой консоль, на которой нет года вара. Как? Вы правда хотите узнать ответ? Легко. Очень легко. Легенда своего жанра, одна из самых успешных и интересных игровых серий в мире. Не поиграв в которую, ты не окунулся в игровую индустрию в принципе. Как можно было ее пропустить из виду и не поиграть? Я не могу этого понять. Чем ответил Xbox? Sunset Overdrive. Sunset Overdrive? Серьезно? Логичнее было бы сравнить эту игру с Infamous, но никак не с Good of War. Это, ну, это как по мне, это вообще просто сравнение бред. Last of Us, божечки, как можно оправдать себя, если ты не прошел лучшую игру поколения? Сони Дрочеры, представьте на секунду. На планете есть дефективные обезьяны, которые специально, по своей воле, отказались проходить эту игру. Они самовольно согласились не играть в этот шедевр. Теперь вы понимаете, почему у меня бомбит? Один из нас. О май гад. А, я лично прошел ее, и шедевром я назвать ее не могу, и немножко не понимаю, почему вокруг нее столько шуму. Лично мне она показалась немножко однообразной, но интересной по сюжету. И то, после прохождения первой части, я не особо хочу увидеть, что будет во второй. Поэтому тут опять же вкусовщина. Гран-туризма, мамма миа. От одной этой песни мое тело осыпается мурашками. Лучший и единственный автосимулятор в мире. Какая в пизду, Форза, не позорьтесь, мрази, унылая, скучная аркада. Запихните ее туда, откуда вы вылезли, суки. Аркада? Ну, в сериях Райзен это как бы и аркада, но Форза Моцоспорт это все-таки симулятор. И довольно-таки неплохой. И, насколько я знаю, в некоторых моментах даже лучше, чем Гран-туризма. Если вы хоть раз общались с представителем уже ничтожной и разбежавшейся армии Иксбокса, наверняка эта обезьяна вам рассказывала про Gears of War и Halo. Эти идиоты на полном серьезе оправдывают свою консоль двумя, сука, играми. Не пытайтесь им объяснить, что на каждую из этих игр приходится по 10 шикарных эксклюзивов, хотя бы на PS3. Я, возможно, представитель не лучшей расы, но я действительно покупаю эту платформу из-за этих франшиз. Точно так же, как многие покупают PlayStation из-за Good of War и Гран-туризма. И, как по мне, лучше поиграть в интересующие тебя игры, нежели получить несколько каких-то левых. Как по мне, количество никак не влияет на качество. Bloodborne, боже, они ведь реально не играли в Bloodborne. Они ведь реально не играли в Bloodborne. Вы оправдываетесь тем, что он сложный, и это не ваш жанр. Это казуальный Dark Souls, его пройдет любая обезьяна. Но то, какой там сюжет, какая атмосфера, какая боевка. Не могу поверить, что я бы в него не поиграл. Bloodborne. За год использования PS4 у меня была возможность поиграть в него, но я его даже не запускал. Почему? Да, потому что это не моя игра, и мне не нравится серия Souls, даже казуальная. Я просто не люблю такой жанр, и я просто не люблю такую механику. Да, представьте такое, что некоторым людям не нравятся какие-то видеоигры, которые нравятся другим людям. Прикиньте, да? Поэтому тут тоже очень субъективно. Обожаю слышать шутки зеленожопых про кино на консолях в Sony. Начну с того, что, во-первых, это революционный жанр, который стерли грань между кино и играми. А во-вторых, миллионы людей приобщились к культуре гейминга именно благодаря интерактивному кино. Sony, так называемым кинцом, открыла двери детям и старикам в мир игровой культуры. Тем самым продвинув игровую индустрию еще дальше. Миллионы девочек, взрослых людей, которых до недавнего времени игры не интересовали, сейчас активно играют. И только благодаря интерактивному кино. Интерактивное кино? Тут на самом деле ничего добавлять не буду, поскольку все на вкус и цвет. Xbox One. Когда-то я купил PS Vita, и даже она не была настолько убогой и ненужной покупкой, как Xbox One. Чтобы вы ощутили всю ничтожность этой платформы, вдумайтесь. Я никому не мог ее отдать за бесплатно. Ни мой брат, ни моя сестра, ни друзья, никто не хотел за бесплатно брать Xbox One. Огромный и уродский бездушный ящик без онлайна. Хуже по онлайну Xbox One только PC. Но тот хотя бы оправдывается графеном. Да, я протрезвел, каюсь, нес хуйню, уж лучше ПК, чем Xbox. Единственное хорошее, что в этой платформе есть, это геймпад и эксклюзивная Лара Крофт. Ой. Тот окольцованный сын собаки, что был в начале видео, также срыгнул мыслишку про кино, назвав PS4 Киностейшн 4. Правда, оригинальная шутка. Мрази зеленожопы, которые шутят про кино. Помимо кино, есть куча других эксклюзивов со сложнейшим геймплеем. И в передачу 100 на эксклюзивов идет вся мультиплатформа, что есть на Xbox. Мультиплатформа, которая в большинстве случаев идет в большем разрешении и с большим онлайном. Неужели факта того, что у меня есть и то, и другое, а пользуюсь я только одним, не хватает понять, насколько все плохо? Xbox, ты либо дебил, если его купил, либо да. Ну, короче, мы поняли суть видоса. Сразу хотел бы высказаться насчет большего онлайна. Не знаю почему, но многие говорят об этом большем онлайне и ставят это как плюс PlayStation. Да, плойка продавалась намного больше и, соответственно, больше шанс найти того или иного игрока в какой-либо игре. Но открою вам маленький секрет. Несмотря на такой большой разрыв продажи консолей, на Xbox One тоже можно найти игроков в той или иной игре. И находится все так же быстро, особенно в популярных играх. Да, бывают игры, которые вышли давно, в которые никто не играет. Там ниже шанс найти кого-либо, но все равно кого-нибудь да находит. В целом, ролик меня вообще никак не тронул, не зацепил, не обидел, вообще никак, хоть я и обладатель Xbox One. А знаете почему? Потому что я не отбитый фанатик и мне пофиг то, как думает. Если мне нравится, значит мне это действительно нравится. И если вдруг я и купил говно, и оно мне не понравится, то я либо обменяю, либо его продам и куплю себе то, что мне действительно понравится. В случае с Xbox One я вообще ни капли не пожалел. Я получил обратную совместимость и те франшизы, которые я хотел. Мне, в принципе, этого вот так вот достаточно. И в данный момент я еще получаю очень выгодные подписки и играю в эксклюзивы Microsoft практически на халяву. Поэтому я вам советую только полагаться на свои ощущения и только на свой опыт, поскольку все-таки вам играть. И вообще, смотря вот такие вот видосы, может сложиться реальное впечатление, что Xbox полное говно. Но это далеко не так. Если же по факту, то PlayStation 4 и Xbox One это две аналогичные консоли со своими минусами и плюсами. В какой раз я это говорю? На этом у меня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свое мнение в комментариях о таком вот контенте. Если контент зашел, то почему бы и дальше не продолжать разбирать видеоролики других блогеров? На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.